Всем привет! Меня зовут Ольга Вастикова. Вы смотрите канал Дай 5 и шоу История Одной Вещи. В преддверии Нового Года я решила рассказать вам об истории создания салата Оливье. Куранты, мандарины, шампанское, гости и, конечно же, салат Оливье. Все это является атрибутами Нового Года. В далеком советском прошлом этот салат ассоциировался с достатком и благополучием, а готовился он только по большим праздникам. И в Новый Год в каждой семье на праздничном столе обязательно должен был присутствовать салат Оливье. А знаете ли вы, что салат Оливье был придуман со злости? Каким образом? Смотрите дальше. Знаменитый салат появился в 60-х годах 19 века благодаря повару Люсьену Оливье, перебравшемуся из Франции в Россию. Он стал владельцем знаменитого московского ресторана «Эрмитаж». Место было самым что ни на есть пафосным, с русской услужливостью и европейским шиком. О салате французы писали так. Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар француз Оливье. Он также прославился изобретением салата Оливье, без которого обед не в обед, и тайну которого он не открывал. Увы, подлинный рецепт остался неизвестным. Оливье умер, так и не сказав секретные ингредиенты своего блюда. Нам достался лишь рецепт, восстановленный одним из завсегдателей «Эрмитажа» по личным наблюдениям и вкусовым ощущениям. Оливье изобрел свой салат от злости, а дело было так. Повар решил порадовать посетителей «Эрмитажа» новым блюдом под названием «Майонез из дичи». Это была настоящая кулинарная композиция. Нарезанное филе куропаток и рябчиков с кубиками ланспика, телячий язык и раковые шейки, политые майонезом провансаль. А в центре этого мясного ассорти, по большей части для украшения, возвышалась горка из картофеля с корнишонами, увенчанная вареными яйцами. Но русские оценили не столько эстетическое, сколько вкусовое достоинство блюда. На глазах уязвленного француза посетители смешивали овощи с дичью, превращая кулинарный шедевр в некое подобие сытного салата. На следующий день разгневанный Оливье выразил свое фи по отношению к такому варварству, самостоятельно смешав все ингредиенты и полив их соусом, за что ему огромное спасибо. Позже, из-за революционного движения, одной из задач которой было избавление советского народа от буржуазных пережитков и эстетики, почти на 50 лет про Оливье все забыли. А потом он вдруг появился в центре новогодних столов как символ достатка. Вкусный, всеми любимый, но безобразие упрощенный вариант некогда легендарного салата, которым лакомилась московская публика, с колбасой и жутко дефицитным майонезом и зеленым горошком. Кстати, на родине изобретателя салат Оливье называют русский салат. Вот как-то так. Теперь вы знаете больше. Спасибо, что посмотрели наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была я, Ольга Вастикова. С наступающим Новым годом вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова